Записки гангстера Но поскольку она умерла еще до того, как он смог отведать ее Всю оставшуюся жизнь он ищет девушку, похожую на его первую любовь Но Гумберту свезло, и он заявляется в дом к Шарлотте Гейс У которой была 12-летняя дочурка по имени Долорес Но Гумберт зовет эту вертихвосточку Лолитой И все его мысли теперь заняты этой девчонкой Но к несчастью для него, Лолита была еще малолеткой А вот старая Шарлотта знатно ухватила из его яички, как никто другой И когда Гумберту ничего уже не оставалось, он решил жениться на ней, чтобы не упускать из вида Лолиту Все же за своим путем, пока однажды Шарлотта не натыкается на дневник Гумберта Прочитав, что она старуха, ему не по нутру, но при этом он любит Лолиту Шарлотта вообще не поняла, чьи это дела, и пуля вылетела из дома, как вдруг Бэм! Девку давит тачка! Сука сдохла! И Гумберт такой хватает Лолиту Привозит в мотель и обнаруживает, что девчонку-то уже кто-то объездил Отвязная телка, блин! И вот они ломанулись в путь, метаясь с места на место по всей стране Гумберту все время кажется, что их кто-то пасет на хвосте В конце концов, Гумберт решил остановиться в одном городе, чтобы отправить маленькую Лолиту в школу Но когда Лолита начала общаться с другими парнями и заводить с ними мутки, Гумберт увидел и устраивал ей допросы И вдруг Лолита говорит, что нужно валить из города По пути Лолита заболевает, и Гумберт увозит ее в больницу Но когда он вернулся, медсестра сказала, что ее увез дядя Че? Нет у нее никакого дядя От потери Лолиты Гумберту конкретно сорвало башню И он тратит годы на ее поиски Однажды он получает письмо от Лолиты, где она пишет, что уже замужем, родила, и ей нужны бабки И Гумберт летит к ней, сшибая все на своем пути Лолита рассказала, что чувак, который забрал ее из больницы, драматург Клэр Куильти Это он пас их всю дорогу, но сейчас его давно уже не найти Гумберт упал на колени, дабы уломать ее, бросить все и вернуться к нему Но девка обламывает мужика, он скидывает ей лаве, находит Куильти и шпингует его задницу горячим свинцом В итоге Гумберт упекают в психушку, а потом в тюрячку, откуда он и пишет свои мемуары Анализ Для начала тебе лучше уяснить, что тут мы имеем дело с самым недостоверным повествователем Не только потому, что Гумберт совсем уж чокнутый, но и от того, что чувак врет нам в цвет Будучи убийцей, наделенным потрясающей, ну, неровной и норовистой памятью Не могу вам сказать Конец цитаты Подчеркиваю, мы ни в каком случае не человек-убийцы, поэты не убивают Реально это или нет, мемуары этого бандита полны литературных словечек и розовых соплей Что и делает эту книгу настолько отвязный, ниггер Когда народ читает розовую прозу Гумберта и легкие шутки, в итоге он не находит то чудовище, которого ожидает Вместо этого он видит веселого, начитанного чувака со своими проблемами, главный из которых — сучка В конце концов, читатель сопереживает этому чепушиля Но все эти трюки с красивым описанием нисколько не красят Гумберта Описывая окружающий его мир с помощью сладких словечек Гумберт только путает читателей и заставляет его по-новому думать о всякой насущной хрени Но когда ты читаешь книгу и начинаешь спрашивать, где границы нормы? Вот тут-то Гумберт и хватает тебя за яйца, дурень Хоть все эти красивые речи и тянут тебя в его реальность Его чудные замашки уже не кажутся такими Но этой книге не вызывает доверия не только повествователь Но ее читателю тоже не хочется верить, блин Черт, хреновый расклад выходит Мотай на ус про отцу к мифологии, братан В греческом мифологии нимф часто преследовали всякие чуваки, которые не могли удержать своего питомца в клетке Взять хотя бы Дафну и Аполлона Когда на Дафну серьезно запал Аполлон, сбежать от него она смогла лишь превратившись в лавровое дерево А оказалось, что к ним феткам не было никакого увлечения В итоге Лолита уже не Ло, не Лола и не Долорос Теперь она Доли Шиллер и наконец-то свободна Спасибо, что были сегодня со мной, братва Не забудь жать на кнопку подписаться и как всегда Будьте собой, мир вам Озвучил Кузьма, перевел Насим Калиев Читайте Субтитры сделал DimaTorzok